12 августа на базе учебно-тренировочного центра прошло первое рабочее заседание группы по реализации и выполнению договора про партнерство, сотрудничество и обмен информацией между ГСПЧС и Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию, который работает на базе Киевского политехнического института. Данное совещание прошло в рамках мероприятий, описанных в меморандуме сотрудничества между ГСПЧС и Национальным техническим университетом КПИ. Подробнее о важности данного сотрудничества рассказывает руководитель учебно-тренировочного центра. Меморандум о сотрудничестве между КПИ и Чернобыльской атомной конституцией выполняет очень серьезные задачи. Во-первых, КПИ это высшее учебное заведение с мировым уровнем, которое готовит специалистов высокого уровня, в том числе по профилю нашего предприятия. Поскольку у нас, к сожалению, нет сейчас взаимоотношений с Севастопольским институтом ядерной энергии и промышленности, в котором готовились кадры для нашего предприятия, мы сейчас находимся в поиске того учебного заведения, который мог бы эту функцию выполнять. Нам кажется, что КПИ, с учетом всех его плюсов, с учетом его заслуг, это наиболее перспективное в этом направлении высшее учебное заведение, которое могло бы готовить для нас достойных специалистов. Это будут наши дети, это будут дети наших сотрудников, работников Чернобыльской АЭС, жители города Славутича, которые смогут найти достойную работу после окончания вуза. Кроме того, КПИ – это не просто высшее учебное заведение, которое готовит студентов, это научная организация, которая занимается серьезными разработками, в том числе и в области ядерно-радиционной безопасности, в области атомной энергетики, что может быть очень полезно для решения проблем на нашей площадке, для решения проблем в зоне ощуждения. И мне кажется, те задачи, которые могут быть поставлены перед КПИ, на сегодняшний день очень актуальны и требуют как можно более профессионального и быстрого разрешения. Представители Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию во главе с его руководителем и ведущими специалистами центра и представители отделов ГСПЧС стратегического планирования международного сотрудничества информации, снятия с эксплуатации, преобразования объекта укрытия и сметно-договорного отдела Чернобыльской АЭС конструктивно обсуждали возможные пути реализации предстоящего сотрудничества, уточняли темы, которые будут использованы для обмена информационными данными. Мы можем размещать те данные, которыми мы на сегодняшний день обладаем, делиться с мировой общественностью тем опытом в области снятия с эксплуатации, обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом, которые будут интересны и которые на сегодняшний день являются уникальными, потому что мы первыми проходим этот путь, и до нас этого никто не делал, и чтобы кто-то, может быть, не совершал каких-то наших ошибок, кто-то воспользовался успешной историей реализации тех или иных задач, но я думаю, что для других атомных станций, для других площадок это будет очень полезно. Кроме того, мы должны понимать, что мы скоро достраиваем новый безопасный конфаймент. Я думаю, что эта работа не будет завершена в 2017 году, потому что есть много нерешенных задач и на будущее. Это извлечение топливосодержащих масс, это демонтаж нестабильных конструкций. Мы должны привлечь внимание мировой общественности, внимание инвесторов к этому вопросу. И здесь нам тоже может способствовать имидж и репутация, и знание, умение персонала Киевского полиэхнического института. Затрагивались темы возможности разработки, сопровождения информационно-технических средств, сбора, обмена и совместного использования данных. Для использования открытой информации Чернобыльской АЭС в базе данных мирового центра специалистами ГСПИЧС были предложены следующие направления. Данные по аварии 1986 года, по ликвидации последствий аварии, информация по снятию энергоблоков РБМК с эксплуатацией, отчеты научно-исследовательских работ, принадлежащих ГСПИЧС, преобразование объекта укрытия, планы СИП. Мы должны улучшать имидж нашей площадки. Мы должны объяснять, что Чернобыль — это не только радиация вследствие катастрофы, аварии 1986 года, это и промышленно развитая площадка, где можно решать множество задач. И мы должны такой имидж формировать в нашем обществе, в первую очередь среди нашей активной молодежи. Субтитры создавал DimaTorzok